Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Мир вам, милост Аллаха и его благословения. Дорогие братья и сестры, тема сегодняшней проповеди «Столпы общественной безопасности». Хвала Аллаху Господу миров, который говорит в своей священной книге «Те, которые уверовали и не облекли свою веру в несправедливость, пребывают в безопасности, и они следуют прямым путем». «Я свидетельствую, что небожество, кроме одного единственного Аллаха, у которого несет товарища, и свидетельствую, что наш господин прорук Мухаммад, его раб и посланник, да благословит Аллах прорука Мухаммада, его семейство, всякочетимых и многоуважаемых сподвижников и тех, кто последовал за ними искренне вплоть до судного дня, а затем безопасность – одна из величайших благодати, которые всемогущий Аллах даровал своим рабам». Всевышний Аллах говорит «Неужели они не видят, что мы сделали меку безопасным святилищем, тогда как вокруг них людей хватают? Неужели они веруют в ложь и не веруют в милость Аллаха?» Прорук Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, тоже повидал «Можно сказать, что весь мир достался тому из вас, кто встретил утро в благополучии, находясь в добром здравии и имея достаточно пищи, чтобы хватило ее ему на день». Несомненно, безопасность – это общественная работа, в которой принимают участие все соотечественники, поскольку ни один из них не может обеспечить безопасность себе и своей семье в отрыве от безопасности всего общества, так как люди в своих обществах и странах подобны пассажирам корабля, которые не могут выжить друг без друга. Общественная безопасность имеет столпы и компоненты, в том числе, во-первых, укрепление веры, которое обеспечивает спокойствие в обществе и защищает его от экстремизма интеллектуальных и интеллектуальных отклонений. Всемогущий Аллах сказал, «Алладзина аману вататума инну кулубу хум бидикриллах, аля бидикриллахи татума инну кулуб». Они уверовали, их сердца утечаются поминанием Аллаха. Разве не поминанием Аллаха утечаются сердца? Так, вера во всемогущего Аллаха обеспечивает внутреннюю утечину членов общества, что отражается на безопасности всего общества. Во-вторых, укрепление экономики путем сильного труда, производства и мастерства. Вот почему наша истинная религия призывает к работе и совершенству. В Священном Коране говорится, «Скажи, трудитесь и увидят ваши деяния Аллах, его посланник и верующие». В хадисе пророка Мухаммада, мир ему благословение Аллаха, также говорится, «Поистине, Аллах любит, когда кто-то из вас выполняет какую-либо работу, делает это в наилучшей форме. Таким образом, обеспечивается безопасность и стабилизируется общество». В-третьих, укрепление ценности солидарности и сострадания среди членов общества, ведь наша истинная религия уделяет этому аспекту особую заботу, приписывая закат, призывая к благотворительности, дозволяя и поощряя вакуф, то есть пожертвования. Аллах Свету Невелик говорит, «Притча о тех, кто расходит свое имущество на пути Аллаха, является притча о зерне, из которого выросло семь колоссиев, и в каждом колоссе по сто зерен». «Аллах увеличивает награду, кому пожелает, Аллах объемлющий и знающий». «Ва ма тунфику мин хайрим фали анфусикум, ва ма тунфику на илля битигаа ваджииллах, ва ма тунфику мин хайрим ювафа илейкум, ва антум ла тудламун». «Все, что вы расходите, идет на пользу вам самим. Вы расходите это только из стремления к лику Аллаха. Какое бы добро вы ни израсходовали, вам воздаться сполна, и с вами не поступят несправедливо». «Посадник Аллаха да благословить его, Аллах и приветствует также из рюк. Того, кто избавит своего брата от одной из печалей мира этого, Аллах избавит от одной из печалей дня воскрешения. Того, кто покроет мусульманина, Аллах покроет и в мире этом, и в мире ином. А тому, кто облегчит положение несостоятельного должника, Аллах облегчит положение его и в мире этом, и в мире ином. И Аллах будет оказывать помощь своему рабу, пока сам раб оказывает ее брат своему». Пророк Мухаммад, мир ему благословен, Аллаха также сказал, «У кого есть лишний верховый животный, пусть отдаст его тому, у кого нет верхового животного, и у кого есть излишек запасов, пусть отдаст их тому, у кого нет запасов». И люди тогда подумали, что никто из них не имеет права оставлять у себя излишки чего-либо. Одним из важнейших стопов общественной безопасности является укрепление принципа равенства между людьми, поскольку люди равны, как зубья расчески. А безопасное прогрессивное общество не делает различий между своими членами по признаку цвета кожи или расы. Пророк Мухаммад, мир ему благословен, Аллаха сказал, «О люди, ваш Бог един, и ваш отец един. Самый благородный из вас перед Аллахом, самый благочестивый. Нет никакого превосходства арабов над не арабами, не арабов над арабами, черных над белыми, белых над черными, кроме как благочестия». Соответственно, различия между членами сообщества должны быть только по признаку способности энергетичности, а также в соответствии с усилиями, прилагаемыми индивидуумом на благо сообщества. Вот что я хотел вам сообщить. Я прошу Аллаха прощения и для меня, и для вас. Хвала Аллаху Господу миров, мир и благословение последнему изо всех пророков и посланников, нашему господину Мухаммаду, его семье, сподвижникам и всем, кто наилучшим образом последовал за ним вплоть до Судного дня. Дорогие единоферцы, «Бесспорно, одним из важнейших стопов общественной безопасности является достижение экологической безопасности с помощью развития окружающей среды и защиты ее от любого вреда или рисков». Священный Аллах говорит, «Он сотворил вас из земли и поселил вас на ней». Посланник Аллаха, да благословить его Аллах и приветствует, также тоже сказал, «Если мусульманин посадит дерево, а потом выращает от него поесть человек, животное или птица, это обязательно зачтется ему как садака до дня воскрешения». А также умер ему благословение Аллаха сказал, «Вера включает в себя более 60 или 70 ответвлений, высшим из которых является произнесение слов «Ла Иляха Илла Аллах» нет Бога достойного поклонения кроме Аллаха, а наименьшим устранение с пути того, что наносит верить людям. Нам же нужно объединить все усилия для достижения и сохранения общественной безопасности с помощью интеграции всех государственных институтов, включая армию, полицию, судебную систему и семью, а также при поддержке религиозных, культурных, образовательных и гражданских органов с целью добыться безопасности всех членов общества с солидарными усилиями. О Аллах! Дай нам и нашему дорогому Египту, и всем мусульманским странам благодать постоянной безопасности и мира. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракат.